Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии работает Сауля Багалиева, сурдоперевод Жан-Доса Адилова. И в начале выпуска коротко о главном. От идей по социальным выплатам до обсуждений работы блогеров. Семьи рассмотрели самые разные актуальные вопросы на заседании политического совета партии Нарутан с участием Акима города. Семьи встретил копию боевого знамени 238-й стрелковой дивизии. Она передана в рамках акции «75 дней до победы». Этнокультурные объединения семьи выступили с лучшими творческими номерами. Город отметил День Благодарности. Праздничных концертов и торжественных заседаний, посвященных Международному женскому дню, в городе Нур-Султан не будет. Такое решение принял президент Касым Жумар Тукаев и опубликовал его на своей странице в Твиттер. «Я решил не проводить торжественное собрание и праздничный концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня. Это сделано в целях безопасности на фоне распространения коронавируса по всему миру. Желаю всем женщинам крепкого здоровья и счастья», – написал президент. Национальное единство «Стратегический выбор партии Нур-Султан» под таким названием. Прошло заседание политического совета городского филиала партии. В ходе встречи участники отметили направление и задачи Совета общественного согласия, доложили о ходе реализации проектов в его рамках. Кроме того, на совещании были обсуждены актуальные вопросы сегодняшнего дня. В своем докладе директор Дома дружбы Надежда Шарова отметила важность работы Совета общественного согласия и остановилась на реализуемом проекте «Восточный Казахстан без конфликтов». Целью проекта является предупреждение конфликтов в социальных и межнациональных отношениях. По словам Надежды Шаровой, Совет общественного согласия провел ряд тематических совещаний по волнующим населения вопросам, таким как повышение тарифов на коммунальные услуги, вопросам социальной сферы. Руководитель отдела занятости социальных программ на заседании Совета общественного согласия проинформировала о новом формате ОСП и дали нам разъяснение на вопросы, которые поступили к нам в общественную приемную. Совет материи при содействии Общественного фонда «Центр семьи» и поддержки этнокультурных центров ведут работу по решению проблем многодетных малообеспеченных семей, оказывают консультационную помощь, помогают с трудоустройством, оформлением документов, госпитализацией и обследованием нуждающихся. Не остались без внимания вопросы создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, реформы в сфере жилищных отношений, работы волонтеров и молодежи, доступности ипотечного жилья по программе 7.20.25, внедрение системы электронного билетирования и обязательного социального медицинского страхования. Аким города Ермак Салимов обратил внимание на то, что население не в полной мере информируется. Остановившись на вопросе весенних паводков, градоначальник также добавил, что на эти цели из областного Акимата выделяются значительные средства. Ведется активная работа по вывозу снега. На ДЛК каждый год по 200 миллионов тенге мы тратим сегодня. Старое восстанавливаем. Не все об этом опять-таки знают. Новое начинаем строить. И в этом году все это будет. Надо, во-первых, очень четко, умело, адективно вот этими цифрами пользоваться и доносить через наши структуры до населения. Первый заместитель председателя филиала партии Нарутан Айнур Аргембекова, в свою очередь, отметила, что администрация города реализует партийный проект «Бахты от Баса», в рамках которого предоставляется жилье малообеспеченным семьям. Также она сообщила о начале работы по обеспечению жильем госслужащих. По словам Айнур Аргембековой, вопрос повышения качества здравоохранения и образования находится под строгим контролем. У нас есть различные программы, выделены достаточные ресурсы. Однако получается, что население не в полной мере знает отсюда и не видит конкретных результатов. И здесь особую роль должны взять на себя члены полицовета, депутаты, которые в ближайшее время проведут встречи в трудовых коллективах на своих избирательных участках. Мы разработаем график встреч и доведем персонально до каждого. По словам Айнур Аргембековой, каждое обращение, поступившее в общественную приемную, должно быть рассмотрено и разрешено немедленно. В целом по стране за 2019 год в партию поступило более 213 тысяч обращений, а в местную общественную приемную обратилось более 800 семичан. Согласно анализу, ежегодно увеличивается количество положительно решенных вопросов. В завершение встречи Аким города Ермак Салимов вручил сертификаты от имени председателя Сената Республики Казахстан Дориги Назарбаевой участникам конкурса «Караван милосердия», организованного благотворительным фондом первого президента Казахстана. Среди награжденных – журналист телеканала «Семей» Маржан Нурышева. 1 марта семичане отметили День Благодарности. Во время праздника, который совпал с первым весенним днем, различные этносы, проживающие в нашей стране, поблагодарили казахский народ за то, что в суровые годы он встретил представителей разных народов с добротой и гостеприимством. В честь этой даты в городском Дворце культуры состоялась концертная программа с участием творческих коллективов Дома дружбы и учебных заведений города Семей. 14 января 2016 года первый президент Республики Казахстан, лидер нации Нурсултан Назарбаев объявил День Создания Ассамблеи Народа Казахстана, а именно 1 марта – Днем Благодарности. В 2016 году народ Казахстана впервые отметил этот праздник патриотизма, единства и дружбы. На сегодняшний день в семье единой дружной семьей проживают представители более 80 наций. Все они трудятся ради светлого будущего нашей страны. 1 марта отмечается 25 лет с момента создания Ассамблеи Народа Казахстана. В связи с этим разрешите поздравить вас с этой знаменательной юбилейной датой. День Благодарности – это день уважения друг к другу всех граждан нашей страны, внесших вклад в развитие независимого Казахстана. Мы празднуем День Благодарности уже 4 года. Основными участниками мероприятия являются коллективы Дворца культуры и это культурное объединение Дома дружбы. Поздравляю всех казахстанцев, всех семичан и гостей города с этим замечательным весенним праздником. Главная цель праздника – воспитание у молодого поколения, чувств патриотизма, толерантности, любви и уважения к представителям других наций, а также укрепление межнационального согласия и единства в Казахстане. В этот день жители нашей страны проявляют уважение и признательность друг к другу. Мы являемся примером для нашей молодежи. В Доме дружбы мы работаем вместе со всеми этнокультурными центрами. Мы живем в мире и согласии. Главное сейчас – это дружба и единство многонационального народа Казахстана. Мы обязаны донести это до наших детей. У нас есть дети, и поэтому мы должны быть для них хорошим примером. Поэтому я желаю всем счастья, мирной жизни и дальнейших успехов. Поздравляем всех с Днем Благодарности. Желаем всем благополучия и процветания. Хочу поздравить всех граждан Республики Казахстан, всех жителей нашего города, всего нашего большого многонационального государства с этим праздником. Этот праздник подчеркивает согласие, стабильность и благодарность, которую выражают все народы, казахскому народу за свою толерантность, за свое терпение, за то, что в свое время, когда-то происходили те события, и земля казахстанская приняла многие народы на своей земле, обогрев, дав тепло, дав кровь, дав еду. Приняла все под своим единым шанраком. В ходе праздничного мероприятия представители этнокультурных объединений Дома Дружбы, а также студенты городских колледжей представили вниманию приглашенных гостей красочную концертную программу с исполнением патриотических произведений. В Семее в рамках республиканской акции «75 дней победы» торжественно встретили боевое знамя 238-й стрелковой дивизии, которая впоследствии за проявленный героизм и стойкость на полях сражений была приименована в 30-ю гвардейскую стрелковую краснозаменную рижскую дивизию. На железнодорожном вокзале символ доблести и отваги встречали Аким Семея Ермак Салимов, командующие войсками регионального командования «Востока» Сан-Джусупов, ветераны войны и вооруженных сил и жители города. Стойкость и мужество солдат и офицеров 238-й стрелковой дивизии стали примерами героизма и доблести казахстанских солдат. В октябре 1941 года по приказу Ставки Верховного командования дивизия занимает оборону у города Тула. Согласно оперативной сводке Генштаба Красной Армии, до декабря 1941 года 238-я стрелковая дивизия вела ожесточенные бои с противником, защищая самый опасный участок фронта. В начале 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР дивизии было присвоено звание краснознаменной. 3 мая была награждена орденом Красного Знамени и награждена и почетным наименованием Рижская за освобождение города Рига. Победа в войне жестоким сильным врагом досталась нелегко. О заслугах дивизии в битве за Москву свидетельствует тот факт, что из 12 соединений, действовавших в разное время в составе 49-й армии, только одной, именно 238-й дивизии, за героизм, мужество и высокое боевое мастерство личного состава было присвоено звание гвардейской. Во время встречи боевого знамени на железнодорожном вокзале Аким Семей Ермах Салимов отметил, что в годы войны на фронт из бывшей Семипалатинской области было призвано 32 тысячи человек. Многие из них не вернулись домой, отдав свои жизни ради счастья будущих поколений. Дорогие земляки, День Победы – всенародный священный праздник. Его отмечает в каждой казахстанской семье, он объединяет нас всех. Мы благодарность вспоминаем тех, кто сразался на передовой, героически работал в тылу, восстанавливал народное хозяйство в послевоенное время. Мы скорбим о тех, кто не дошел до Великой Победы. И пока жива память о героях, жива наша великая страна. Победа в войне досталась тяжелой ценой. 1 миллион 200 тысяч сыновей и дочерей Казахстана героически сражались на всех фронтах войны. Сегодня мы обязаны, сохранив память о тех днях, передать ее потомкам. Сегодня, в преддверии юбилея Великой Победы, мы являемся участниками республиканской военно-патриотической акции «Мы – наследники Победы». Дорогие горожане, позвольте мне в день благодарности выразить всем, кто пробежал и отстоял Великую Победу, нашу признательность и сыновью благодарность. Вечная слава и память нашим героям. Завершение торжественной церемонии встречи боевого знамени 238-й стрелковой дивизии колонна с символом воинской доблести проехала по городу до штаба управления регионального командования «Восток». Сама Цикенов, Айдос Айталиев, Телеканал «Семей». Чествование боевого знамени 238-й стрелковой дивизии в рамках республиканской акции «75 дней до Победы» продолжилось сегодня на центральной площади города. В торжественной обстановке боевое знамя было передано военнослужащим семейского гарнизона. С 28 февраля в Казахстане стартовала республиканская акция, посвященная 75-летнему юбилею Победы. В рамках акции Министерством обороны были изготовлены дубликаты боевых знамен 23-х воинских соединений, сформированных на территории Казахстана и принимавших участие в кровопролитных сражениях на фронтах Великой Отечественной войны. Одним из таких ярких символов храбрости и героизма казахстанских солдат является боевое знамя 238-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в Семипалатинске и впоследствии за мужество и боевые заслуги была переименована в 30-ю гвардейскую. В своем выступлении глава семьи Ермак Салимов отметил, что во время войны жители региона внесли свой весомый вклад в достижение Великой Победы. 32 207 бойцов наших отцов и дедов ушли с нашего региона на фронт. Семипалатинская область занимала одно из первых мест республики по подготовке боевых резервов. За годы войны оборонные организации города подготовили 65 тысяч стрелков, связистов, минометчиков, пулеметчиков и другие специальности. Более 57 палатинцев были удостоены звания Героя Советского Союза. 13 человек стали кавалерами Ордена Славы Трех Степеней. Сегодня молодые солдаты казахстанской армии воспитываются на примерах представителей старшего поколения. Подвиги казахстанских солдат и офицеров на фронтах Великой Отечественной войны с золотыми буквами вписаны в историю нашего независимого государства. Ветеран войны Петр Коломин дал наказ молодежи беречь мир и спокойствие родной страны. Каждый из нас стремился вложить свою силу, пяту для того, чтобы разгромить немецко-фашистских захватчиков. Мы их разгромили. И сейчас живем и радуемся. Радуемся нашим детям, которые живут, учатся, и нашим внукам, и правнукам, которые живут в мире. В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония передачи воинскому гарнизону города-семей дубликата боевого знамени 238-й стрелковой дивизии. Такая акция, по мнению офицеров регионального командования «Восток» и воинов-интернационалистов, свидетельствует о преемственности поколений и имеет большое воспитательное значение. Данная акция, конечно, она очень актуальна в честь 75-летия Великой Победы для подрастающего поколения, молодежи, чтобы было преемственность поколений, чтобы знали наши молодежь, своих дедов, которые действительно в те тяжелые времена отстояли перед врагом такую большую территорию. Стартует целый ряд мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Значимость данного мероприятия – это чтобы у молодого поколения воспитывать патриотизм и действительно, чтобы они знали, что в городе-семей была сформирована та дивизия, которая с честью вынесла и весь период войны. Героически сражалась на всех участках фронты, в дальнейшем она была переименована в 30-й Гвардейскую. Боевое знамя пока будет находиться в «Семее» 7 мая. Символ воинской доблести и мужества солдат и офицеров 238-й стрелковой дивизии примет участие в военном параде, посвященном Дню Защитника Отечества и Дню Победы, который состоится в столице нашей страны – городе Нур-Султан. Сама Цикенов, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей». К другим новостям в Уржарском районе задержан старший лейтенант военной полиции за провоз огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Инцидент произошел 22 февраля в Уржарском районе во время проведения рейда. Лейтенант военной полиции незаконно перевозил в багажнике автомобиля 4 единицы огнестрельного оружия без соответствующих документов. Его задержали инспекторы охот-зоопрома совместно с полицейскими, сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства Сакен Дильдахмед. Начато досудебное расследование по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Семячане отпраздновали Масленицу. В этом году Масленичная неделя началась 24 февраля и завершилась 1 марта, совпав с празднованием Дня Благодарности. Масштабное празднество по этому случаю было организовано на набережной Иртыша. Традиционный яркий праздник развернулся на набережной реки Иртыш, собрав всех горожан. Солнечный теплый день только способствовал хорошему настроению людей. Каждый год провода зимы сопровождаются весельем, народными гуляниями, играми. И, как отметил заместитель Акимогорда Айдар Садырбаев, этот праздник для горожан давно стал общим. Праздник давно перешел границы одного этноса. Его ждут все семейчане, большое количество угощений, популяризация культуры, быта и обыча народа, населяющего республики Казахстан. Все это дает нам уверенность в завтрашнем дне, а по радужным лицам и звонкому смеху наших ребятишек. Можно сказать, что праздник удался. Поздравляем всех с праздником Масленицы. В этом году Масленичная неделя началась 24 февраля и завершилась 1 марта, совпав с Днем Благодарности. Поэтому с раннего утра состоялся концерт, организованный силами коллективов Дома Дружбы. С вокальными и танцевальными номерами выступили артисты этнокультурных объединений. Для каждого этот день стал возможностью сказать слова благодарности казахскому народу за то, что Казахстан для многих стал второй родиной. Великий Абай говорил, до стыка шакрады, дружба взывает к дружбе. Мы счастливы здесь, потому что мы понимаем друг друга и наши стремления и помыслы разделены всеми живущими здесь. Сегодня еще Масленица, прощенное воскресенье. Приятно, что мы сегодня с утра провели концерт в Доме Дружбы, посвященный Дню Благодарности. А теперь все дружно отвечаем Масленицу. Хочу пожелать всем казахстанцам мира, добра, благополучия. И чтобы каждый помнил, что в единстве наша сила. По традиции была организована праздничная ярмарка и выставка народных мастеров. Но и, конечно же, каждого угостили чаем и главным символом Масленицы – блинами. Поздравляю со светлым праздником Масленицы. Желаю здоровья, процветания всем. Мирного неба над головой. Всего самого наилучшего. И много творчества, песен и всего самого наилучшего. Мы пришли встречать, провожать Масленицу и встречать весну. Здесь все очень хорошо и солнечно, хорошо организовано. Мы всем довольны. Всем большого здоровья. Всех горожан с праздником Масленицы, с наступлением весны. Сегодня первый весенний день. Уже давно весна вошла в нашу жизнь. Видим на наших улицах такую раннюю весну. Всем горожанам здоровья, удачи в новом году, радости, счастья. Кульминацией праздника стало сожжение чучела зимы. И считается, что таким образом вместе с Масленичной куклой уходят все невзгоды, открывая дорогу новому и светлому. Саулеба Игалиева, Аблай Максутпек, Айдос Айткалиев, телеканал Семей. И в завершение информация к сведению депутатов и населения города. 3 марта в 10.00 состоится внеочередная сессия Маслихата по адресу улицы Каюма Мухамедханова, 8. На повестке дня несколько вопросов. Об отчете Акима города по выполнению возложенных на него функций и задач. О депутате Марлене Кокрикбаеве. О внесении изменений в решение Маслихата о бюджете города Семей на 2020-2022 годы. О предоставлении мер социальной поддержки специалистам, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты города Семей. Также депутаты рассмотрят вопросы о присвоении звания почетных гражданин города Семей. О схеме управления городом и о внесении изменений в персональный состав антитеррористической и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Кроме того, на повестке дня состоится утверждение состава земельной комиссии, о внесении изменений в правила оказания социальной помощи, установлении размеров и определении перечня отдельных категорий нуждающихся граждан. Также на сессии будут рассмотрены другие вопросы жизнедеятельности города. А мы напоминаем, что наши новости также доступны на сайте 7.tv.kz. На этом выпуск новостей завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова